Слава Наркорейху, товарищи! С вами радио Петуч Гамес. Прямое включение, потому что сегодня вышла в ранний доступ Unreal Engine 5. Я капец как взволнован. Типа, вот знаете, вот как для вас, типа, выход GTA 7, вы там ее ждете, а я вот Unreal 5 прям капец ждал. Только проблема в том, что, разница в том, что вот ты GTA 7 пройдешь там за месяц, за два, а мне вот сидеть на этой страшилочке еще где-то лет 10, наверное. Капец, я взволнован, если честно, но и, возможно, я буду себя вести как придурок, потому что я вот не смотрел стрим эпиков, я вообще ничего не чекал. Я хочу вот свое первое впечатление, я хочу сравнить там. Также я подготовил там модель, там с 500 тысяч полигонов и посмотрю, что да, как будет себя вести. Я еще не запускал, вот качается, движок будет весить, ну, примерно под 40 гигов, когда он сейчас там докачается. Сейчас 35. Ну, вот решил сейчас уже запустить, уже не терпится, руки трясутся, волнуюсь, капец. Ну, что мы тут видим? Там такой же Engine, в принципе, иерархия папок точно такая же. Конфиг, все то же самое. Вот это все то же самое. База Engine, что тут у нас? Балдеж, балдеж. Я еще вот, когда запущу, сравню интерфейс, вся фигня. База Скобилити, что у нас тут? Ту-рит-рит-рит-рит-рит. Так, ну, в принципе, настройки, походу, будут точно такие же. Возможно, единственное отличие, это, походу, тот же самый четвертый Unreal, только с нанитами, с херитами, с попиксельным рендерингом. Там, типа, говорят, что, типа, миллиард полигонов будет. Ну, посмотрим. Я буду копировать там модельку свою до тех пор, пока она не вылетит, движок. Капец. Вот, доф, понятно. Ого, постпроцесс. В принципе, настройки все знакомые. Вот это я первый раз вижу. Вот это я не знаю, что это такое. Это что-то я не припоминаю. Интересно, интересно. Что у нас тут по текстуркам? ВТ-шку, а-ля, низантропную добавили. Ой, ребята, ой, как боюсь. Текстур стриминг так и остался. Такс. О, люмины. Пошли люмины наши пожилые. Reflection люмины, хуюмины. Наверное, типа, может, Distance Field улучшенный. Эпиковский. С четвертого Unreal. Только они туда Global Illumination, может, добавили. А остальное посвящение, мне кажется, ничего не поменялось. Но самое интересное, это попиксельный рендер, который зависит от разрешения. Миллиард полигонов – это сильное заявление, конечно. Так, что у нас тут контент? Контентич, контентич. Секвенсер останется, все останется. Ладно, когда качается, я включу. Вот она, малышка. Вот она, заветная. Боже, храни, TeamSweeney. Боже, храни Америку. Блин, я настолько возбужден, что у меня голова закружилась. Что ж, не будем тянуть. Полетели. Десять лет просижу на этой страшилочке. Разрешить доступ. Оля, какой ля, какой пафос. Молодцы, молодцы. О, тут загрузка такая подробная стала, даже какая-то. 83%. Блин, компиляция шейдеров интересная. О, май. Владик Брутал. Это четвертый Unreal. Леоо. Games. О, такая же, как в четвертом Unreal выбирать. Что там от третьего лица? Давайте. Блюпринт, C++. Платформ. Давай, блюпринт. Десктоп. Гарафоний. Стартер конк. Ray Tracing. Так. О, креация. Креация, креация. Боже, Team Swinney, храни тебя маленького. Давай, запускайся. Блин, это-то четвертый Unreal, чуваки. О, это что такое? Короче, глаза разбегаются. Просто единственное, что я вижу, интерфейс стал серьезный. В прошлом, в четвертом Unreal интерфейс был такой, ну, не сказать, что детский, такой, как конструктор, такой веселый, добрый. Тут он более такой профессиональный, серьезный, взрослый, минималистичный, минимум цветов. О, господи, моя льда. Так. Что у нас там пока? Консолька, она сразу вот тут. Не надо вот тильду нажимать. Ну, давайте тогда. Что там работают? Стат, FPS. 60 FPS. Ну, что-то печально. У меня на четвертом тут 200 подавало. Может, тут Ray Tracing отключен сразу. Так. Вот эти кирпичики, это типа статик мешек, как я понял. Блин. Ну, тут забиндены. С четвертого наряда я просто перебиндены. Так. Ну, что тут у нас? Play. Ну, с первого взгляда по графону, в принципе, ничего не поменялось. Мне интересно, а почему у меня 60 FPS-то? Ну-ка, если я на весь экран сделаю. Ну, что-то как-то непонятно. Так. Где у нас тут? Кинематик. Это секвенсер. Блюпринт. Блюпринт класс. Open Level Blueprint. Ну, пошустрее вроде как стало. Ну, хотя это если пустой проект. Все то же самое. Просто изменился этот интерфейс. Текст. Где у нас контент-браузер? Фокус контент-браузер. Вот он, малютка. Как его вытащить? Ну да, ребят. Кто смотрит там с будущего, либо кто-то смотрит. Посмотришь на это, скучно кому-то будет. Ну, типа... Я в первый раз. А как мне его переместить сюда? Я просто не... Шо? Ну, ладно, хер с ним. ADD Import Content. Блюпринт. Анимейшнс. Чего у нас тут? Blend Space. Pause Asset. Капец, у меня сейчас комп зарвется, мне кажется. Он сейчас прям на максимуме работает. Ну, давай, Blueprint, например, Actor. Запустим. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Тут все то же самое. Чего? Горячие клавиши. Горячие клавиши поменялись. Ctrl-Alt. Чего не пойму. Ладно, похер. Чего тут у нас? ADD. Ага, ага. Короче, как я понял, пацаны, кто на четвертом работает, можно без проблем перенести свой проект. Балдеж. Хотя это ранний доступ. Тут еще краши, баги, вся фигня. Я вот не знаю, с чего тут начать. Я хочу посмотреть, какой тут графоний стоит. Platforms. Так, с этого. У меня сейчас просто ком взорвется. Unit, вот это какой-то не такой. Балдеж. Как вот эти вот работают по пиксельному вот этот рендеринг? Непонятно. Так, вот у нас LichtSource. Я пожилой англичанин. Так, а тут можно запекать. Или нельзя. Create light. Ну вот, например, point light. Блядь. Так, вот освещение point light. Поставим. Лампочку даже поменяли. Да, поменяли. Ну все такое, да, строгое, минималистичное. Ну, если честно сказать, то непонятно. Просто тени точно такие же, мне кажется. Может, тут как-то надо включить. Вот эти, это на ниты, да? Или это на ниты, это пиксельный рендеринг. Как включить их супер-тени, о которых они говорят. Все то же самое. Distance Field. Скорее всего, в демке Distance Field был вот этот. Ну, понятно. Но Distance Field, скорее всего, улучшенный. Я такое чувство, что Raytracing включен. А где графончик менять-то? Базовые, базовые настройки графона где? Что-то я не вижу. Но мне пока все нравится. Все вроде спокойненько. Так, World Setting, Project Setting. Ну-ка, Project Setting. Тут тоже мы видим практически все то же самое. Ну-ка, Plugins. Что у нас по плагинам? Control Rig, Bridge. Ага. Рендеринг. Все то же самое. Ребяточки, маленькие, малюточки. О, нашел. Ну, конечно, неудобно. Может, это потом как-то можно вывести, потом разберусь. Потому что в четвертом Unreal удобнее менять вот такие базовые. Shending, Fold, Effects, Textures, Shadow, Path, Prosting, View Distance, Resolution, Sky. Все то же самое. Вообще все то же самое. Low. Ну, что-то как-то у меня FPS как-то. Вот 120 FPS. Из-за чего лаги? Непонятно. Непонятно. Вот это вот на Low ставишь. У них вот эти лоды, у них вот стоковые. Я вот это тоже изменял. Они так и оставили. Зачем? Непонятно. Ладно, Material. Все то же самое. Preview Rendering Level. Так, Project Setting. Что тут у нас есть? Угу. Что у нас? Вот Rendering. Mobile не надо. Шейдер, компрессия, формат, компрессия какая-то теперь на материалах. Не помню, было такое или не было. Не, не было. Cooling точно такой же. Что-то я не понимаю. Cooling. Если тут попиксельная, полигональная, то это зачем Cooling? Виртуальная текстура по дефолту выключена. Global Illumination. Dynamic Global Illumination. Lumin. Screen Space Beta. Ray Tracing. Ну-ка. Ну-ка. О-о-о. Ле-о-о. Ну-ка. Сейчас есть у меня люмины. 50 FPS. Ну-ка, выключу. Ну, так же 50 FPS. Ой. Ну, так же. Хызы, хызы. Reflection. Тоже люмин у нас. Классно. Global Tracing. Lumin. Shadow. Капец тут разбираться и разбираться. Shadows Maps. О-о-о. 120 FPS. Как в четвертом Unreal. Это что у нас? Shadow Map. Метод. Shadow Maps. Virtual Shadows Maps. Beta. Короче, из-за этого лаги. Сейчас 120. О-о. Сейчас балдеж. Хрен знаю, что меняется-то. Тени больше становятся такие четкие. А, ну да. Но только из-за этого лаги жесткие. Ну, понятно. Давайте мы ее тогда выключим. И проверим. Так, проверим, проверим. Мою модельку. Content Browser. Как мне его перетащить только? Мне неудобно так работать. Мне неудобно. О! Все, обалдешь. Все, теперь удобно. Так, 120 FPS теперь выдает. Короче, там из-за влюмина какого-то лагала. ADD. Так, импорт. Где-то моя моделька. Вот, короче, машинка. Полмиллиона полигонов. Generate Missing. Get Collision. Лоды что-то остались, что ли? Ну, понятно. Material. Все почти то же самое. Импорт такой же. Долгий. Импортировалась довольно-таки шустро. Только модель у меня, оказывается, она разделенная. Сейчас попробую ее объединить. Merge Actor. Merge Unsingle Static Mesh. Merge. О! Блин, удобно. Теперь вот так вот можно. Раньше это было на вот туда правой кнопкой. Ну, давай сюда. Так, я объединил в один меш. Почему-то во вьюпорте вот здесь вот не показано, что это машинка. Так, вот это у нас тут. Капец, у меня сейчас комп взорвется. Реально, ребятки. Почему-то кирпич, но почему-то. Ну, ладно, это ранний доступ. По-фигу. Так, горячий клавиш все работает. Так, на этой машинке, как вы можете видеть, сейчас вам покажу, тут показано. 424 тысячи полигона. Так, я ту фигню отключил, которую сжиралов эпосы. Сейчас я еще сохранюсь. Так, капец, я на 5-й Unreal пришел как к себе домой. Вот, видите, LichtNet. Ну, короче, запекание. Запекание, значит, они оставили, что, в принципе, неплохо, потому что для слабых компьютеров и для телефонов не будет хорошо. Значит, можно будет запекать еще добавок. Так, все у нас сохранилось. 120 FPS, видим, да? Так, на этом у нас модельки 400. Как-то FPS скачет. 400 тысяч полигонов. Сейчас мы ее будем копировать. Раз, сколько уже? 800 тысяч. Вот, видите. Блин, неплохо справляется. У меня вот сейчас вот эти 4, сколько это? Уже миллион двести, считай, полигонов. У меня на сцене во Владике Брутале целая локация, и то меньше полигонов. А тут всего лишь 4 машинки. В принципе, 120 FPS вывозит. Интересно, сколько еще будет вывозить. Ну, уже FPS просели. Что-то, ну, тут миллиард полигонов есть. Что-то еще пока не вижу. Уже FPS просели. Ребяточки и малюточки. Хотя, может быть, это из-за динамических теней, кстати. Динамические тени выключили. Сразу FPS поднялись. Короче, все эффекты выключил. Нам интересны только полигоны. Ну, 120 FPS держится. Угу. Так, ну, давайте их прям в наглую копировать. Так, раз, два, три, четыре. Прямо вот так вот в наглую сейчас будем спамить ими. Единственное, что еще минус. Нужно много разных все равно объектов, высокополигональных, потому что движок сейчас автоматически делает автоинстанс. Он, то есть, объединяет все модели. Ну, вы поняли, типа, в одну модель для уменьшения дровколов. Но все равно тут уже столько полигонов. Но в четвертый, Unreal, не знаю, вывез бы, не вывез. Но вряд ли бы он вывез. Ну, вот 50 FPS. Миллиарда тут еще близко нету. Как-то, ну, непонятно. Может, просто как-то включить этот мод можно? Ну, естественно, cooling работает. Если отворачиваемся, конечно, будет 120 FPS. Может, просто как-то включить надо? Я же просто только сейчас запустил в этот движок. Я даже не знаю, что тут вообще. LayerDensity Frame Load. Ну-ка, давайте я еще кое-что проверю. Я тут. Есть команда. Называется вот это Fraziering. Она останавливает кадр и показывает, что вырендрится в данный момент. Если попиксельный рендер работает, то, в принципе, он должен показать, что сзади машин, например, ничего нет. Ну-ка. Включил. Ну, как-то. Например, вот видите, вот машина, да? И вот мы за стену зайдем. Включим еще раз Fraziering. Включили. Типа машин тут нету, движок везде. Обратно Fraziering. Ну, типа... Ну, как-то мало FPS. Если тут миллиард вообще не пахнет. Непонятно. В принципе, неплохо. Много всякой вкусняшки добавили. Все то же самое, что в четвертом Unreal. Skylight. HDR. Все то же самое. Ну, только что-то я не понимаю про миллиард полигонов. Может, я уже за вас задрался этой херней. Вообще, на машинках нет даже текстур. Чисто полигоны. Может, из-за того, что на них материалов много. Сколько-то материалов. Ну, хотя они 25 материалов. Ну, не знаю. Непонятно, ребятки. Давайте еще тут пошаримся. Что у нас тут есть интересного. Короче, особо-то ничего не поменялось. Что, в принципе, неплохо. Ну, наверное, там еще много чего поменяли в инструментарии. Там что-то говорили, что с анимациями что-то сделают. Блюпринт, интересно, сейчас на многопотоке работает или так же в одном потоке. И мне интересно, блюпринт сейчас тоже самое на виртуальной машине работает. Или он все-таки теперь при компиляции будет. Да, ребятишки, да. Такая вот страшилочка. Так, ну ладно. Контент-браузер. Что у нас тут по анимблюпринтам? А, все то же самое. Это хорошо. Можно будет легко перенестись. Единственное, что придется привыкать к новому интерфейсу. Ноды чуть-чуть что-то разукрасили. Так, где у нас там скелет? 36, что-то куда. Скелетончик, превью анимейшн. Все естьненько и понятненько. Блин, что можно еще проверить? По сути, я думал, тут дохера, что будет проверяться. Но по сути-то ничего не... Я единственное, хотел проверить пикси вот это вот. Билд, лихт, продакшн, лихт, 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 фрекшн, билд, билд. Может, надо забилдить? Может быть, кстати... Что-то полигонный типа... Level Instance Pack. Что это такое? Ну-ка, давай забахаем. Разрешаю. Все разрешаю. Боже, храни эпигеймсов. Спасибо вам, малютки. Swarm Agent такой же. Это еще со второго Unreal не поменялось. Swarm Agent. Ну, нет, ну я, может, не прав. Так, ну это освещение. Но, может, он еще будет пикселить и запекать. Полигон, точнее. Так, ребят, как вы видите, тут все пропало. Значит, все, запекание прошло успешно. Но все на низких настройках. То есть, все равно тут миллиардов точно не будет. Плюс они одинаковые модели. Инстансированные. 50 фпс. Непонятно. Я вот тут еще что-то посмотрел. Вот это что такое? Шеппинг. Непонятно. Тут, короче, еще разбираться и разбираться. Планарь шеппинг. Не пойму я что-то. Походу, надо что-то делать, наверное. В Project Setting, наверное, что-то надо смотреть. Потому что я что-то не понимаю, почему. Ребята, ставьте лайки. Блять. Ничего не пойму. Ладно, ребят, вот такое экстренное включение. Походу, может, я не разобрался. Но все равно на низких тестах не видно. И 50 фпс. Инстансированные одинаковые машинки. Может, надо где-то включать. Скорее всего, я разберусь. В группе все отпишу. Ну, пока я посмотрел. В принципе, переход будет, скорее всего, легкий. С четвертого анрила, кто сидит на четвертом. Потому что здесь все такое родное. Все такое простое. Все то же самое. Вообще все то же самое. Абсолютно. Ладно. Эпики все равно молодцы. Проделали большую работу. Надо будет еще здесь много чего изучать. Что они там добавили. И всем спасибо. Все свободны.